Ай да, ты же, да, твой день, ясная солнышка. Эти мальчишки и девчонки – маленькие казачата. На уроки приходят в форме, начиная свой день с молитвы и во всем помогают классным руководителям. Именно такими, по мнению наставников, должны быть настоящие казаки. В пятой школе учатся 10 казачьих классов. Накануне состоялись выборы атаманов. Во-первых, дисциплина. Это первое. От дисциплины все отталкивается. За фундамент всему. А во-вторых, он должен учиться неплохо. Ну, уже, кстати, в соседней пятерке понятное дело, но, по крайней мере, он должен учиться на хорошо. Мы уже их приучили к тому, что демократия должна быть в любом классе казачьих. С первого класса, вот я их захожу сразу, демократический путь. Сначала, ребята, выбирайте, а затем самовыдвиженцы есть, руки раз поднимают и пошли. До 10 человек выходит. А потом начинаем так. Первый подняли руку. Кто? Раз. И потихоньку остается. Три. Кто из трех. И это атаман называется атаман класса. Точно таким же путем мы будем выбирать атаман школы. В этот раз атамана выбирали ученики шестого класса. Из нескольких кандидатов школьники проголосовали за самого достойного. Теперь Денис будет помогать классному руководителю в организации мероприятий и станет примером для одноклассников. Пожелаю Денису, чтобы его нечто все слушали, чтобы кончили все этот год на одни пятерки. И как мы казачьи классы, на нас вся школа должна равняться. В каждом классе свой атаман, на которого равняются его сверстники. Воспитывают мальчиков в исконно казачьих ценностях. Они должны слушаться учителя, помогать родителям и защищать одноклассниц. Девочки же – будущие хозяйки и хранительницы очага. Завершит череду выборов голосование за атамана школы, который станет правой рукой казака-наставника. Вадим Иванов, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.